Ротонда. Здание Воронежской областной клинической больницы 30-х годов, разрушенное во время битвы за Воронеж и невосстановленное как память о Великой Отечественной войне. Памятник истории регионального значения. Памятник находится недалеко от пересечения улиц Бурденко и Транспортной. Даже жители столицы Черноземья, города Воронежа, а тем более гости города, знают об этом памятнике. Само слово «ротонда» итальянского происхождения происходит от латинского «rotondus», что означает «круглый». Его чаще всего применяют к круглым постройкам, увенчанным куполам, по периметру которых располагаются колонны. В форме ротонды строились храмы в Древней Греции и Риме, некоторые христианские церкви эпохи Возрождения и позже с XVIII века парковые павильоны и беседки. Именно в такой необычной и величественной форме был возведен главный вход в огромное здание областной детской больницы в Воронеже. Больницу выстроили в 30-е годы XX века, и ее парадная часть с многочисленными колоннами и огромным куполом была поистине великолепна. На первом этаже вестибюль с фонтаном по центру, а на втором этаже демонстративный зал хирургического корпуса, где проводились занятия со студентами-медиками. Выдержка из описаний событий июля 1942 года С 6-й дивизии к Воронежу, к северной его окраине, подошла 121-я стрелковая дивизия, которой командовал генерал-майор Зыков. Дивизия только что вышла из тяжелых боев на Дону, где она воевала в составе 40-й армии. После ее прибытия в Воронеж фронтовое командование передподчинило ее командующему 60-й армии. 10 июля 1942 года, через несколько дней после захвата немцами правобережной части Воронежа, 121-я дивизия участвовала в наступательной операции, в результате которой после ожесточенного боя гитлеровцы были выбиты из районов сельскохозяйственного института, областной больницы, которая располагалась до войны в районе теперешней улицы Бурденко, и отброшены к стадиону «Динамо». Операция имела большое значение для обороны города, поскольку городок сельскохозяйственного института занимал выгодную в военном отношении высоту, и овладение ею позволило организовать по отроженским мостам через реку Воронеж снабжение техникой, боеприпасами и людьми наших частей, сражавшихся за правобережье. Воины 121-й стрелковой дивизии непрерывно участвовали в напряженных боевых действиях в северной части Воронежа. Наступательные операции перемежались с тяжелыми оборонительными боями. Улицы, переулки и отдельные дома по несколько раз переходили из рук в руки. Бои на территории больницы продолжались 203 дня. Когда в ночь на 15 июля 1942 года сюда ворвались советские солдаты, оказалось, что в подвалах огромного здания спасаются от бомбежки мирные жители – более 400 человек. Но до полного освобождения города было еще очень и очень далеко. Когда фашистов изгнали с Воронежской земли, город представлял собой сплошную руину. Из 20 тысяч жилых домов было разрушено 18 227 домов. Немцы взорвали, сожгли в городе почти все – музеи, городскую публичную библиотеку, дворец пионеров, здание ВГУ. Когда разбомбили основной корпус больницы, одна из бомб попала прямо в купол и разорвалась между третьим и вторым этажами. От великолепной областной больницы остался только искореженный купол Ротонде с дырой 2 на 2 метра, который чудом держался на колоннах. 15 января 1943 года подразделения 121-й дивизии с боями вошли в город со стороны Схи и областной больницы по улицам Клинической, Плехановской и Ленина. И вместе с другими воинскими частями освободили Воронеж от гитлеровских захватчиков к 25 января. В 1965 году, к 20-летию Великой Победы, это здание решением городского совета официально было признано памятником, мемориалом Великой Отечественной войне – Ротонда. Спустя 65 лет, после освобождения города от фашистов, в ночь на 23 февраля 2008 года, как только был отпразднован День Защитника Отечества, огромный железобетонный купол Воронежской Ротонды рухнул. Ротонда является объектом экскурсионного показа. Ранее возможно было осмотреть подвальный ярус, для чего был устроен спуск, оформленный подпорными стенами из красного кирпича, перекрытыми железобетонными плитами. В настоящее время он засыпан и забетонирован. Вокруг памятника установлено ограждение, рядом с памятником установлена мемориальная доска. В сквере у Ротонды построена Владимирская церковь, массивное кирпичное ограждение которой скрыло памятник со стороны улицы Бурденко. 25 января 2018 года министр культуры Владимир Мединский, в ответ на просьбу воронежского депутата Евгения Ревенко, поручил провести консервацию Ротонды. Известно, что работы по консервации памятника не проводились с 1980-х годов. Консервацию начали в октябре 2019 года. Ротонду отмыли от пыли и грязи. В подвале сделали гидроизоляцию, уцелевшие конструкции укрепили, а территорию вокруг облагородили. Работы по консервации были завершены в июне 2020 года и обошлись в 17 миллионов рублей. Торжественное открытие памятника после консервации состоялось 22 июня 2020 года. В 1997 году рядом с уникальным историческим памятником, напоминающим о трагических событиях, было принято решение построить в Воронеже Владимирский храм. Он должен был, по идее создателей, напоминать о мужестве и героизме защитников русской земли всех времен. Именно поэтому на место закладки храма была привезена земля из мест величайших сражений – Бородино, Прохоровки, Куликово поле, Мамаево кургана. Сегодня Владимирская церковь, которая находится рядом с уникальной достопримечательностью военных лет, является символом продолжающейся жизни, наполненной всепобеждающей верой. Практически сразу после того, как в 1999 году был освящен крест и камень, в основании церкви началось строительство. В январе 2002 года был оборудован временный храм в установленном поблизости и переоборудованном железнодорожном вагоне, где проводились первые службы. В начале прихожан было немного, но со временем количество людей, стремящихся вознести молитву Господу на святом для воронежцев месте, постоянно увеличивалось. Нижняя часть храма была освящена в 2004 году в честь святых царственных мучеников, день памяти которых отмечается 17 июля, которые были расстреляны в июле 1918 года. Верхний предел освящен в честь равноапостольного великого князя Владимира, чтят святого в день его представления 28 июля. Имеются пределы Дмитрия Донского и Иоанна Воина. Летом 2007 года митрополитом Воронежским и Борисоглебским, Сергием был освящен шпиль и крест на колокольне, а уже в мае 2008 года был установлен основной купол с крестом. Храм Владимира равноапостольного выглядит впечатляюще. Толщина его стен позволяет выдерживать любые сейсмические толчки, а срок эксплуатации строения до капитального ремонта составляет не менее 500 лет. Белые стены Воронежской церкви венчают голубые купола и крыши, что соответствует старорусскому стилю. В архитектурном оформлении использовались элементы раннемосковского зодчества. Основное однокупольное здание через трапезную соединяется со звольницей, которую венчает небольшой шатер. При Владимирском храме всего за несколько лет его существования было создан церковный хор, военно-спортивный клуб, отдел милосердия, организовывалась команда волонтеров, желающих помочь нуждающимся. Направления работы благотворительной службы самые разнообразные. В частности, проводится работа с детским домом и инвалидами. Налажена выпечка просфор. Также здесь функционирует воскресная школа, главной задачей которой является религиозно-нравственное обучение воспитанников, что способствует им гармонично развиваться в мирской жизни. Имеется и молодежный отдел. Его задачами является создание условий для интеллектуального общения. На встречах можно обменяться мнениями о различных событиях и обсудить проблемы, волнующие молодежь.